Анна Гайдамак Сбежал мальчишка на войну. Мальчишка рыжий, кальнопатый, Сбежал из дома на войну. Он мстить пошел за гибель брата. Двенадцать было пацану. На крыше гулкового вагона Он ехал в зарево войны. На западе мчались эшелоны, Чтоб защитить покой страны. На незнакомом полустанке Остановился эшелон. И вдруг донесся голос. Танки! От взрыва вздыбился вагон. Надрывный голос паровоза Перрон задымленный пронзал, Как будто всей земле угроза, А он один на помощь звал. Смешалось все в одном мгновеньке. Огонь и смерть со всех сторон И ниоткуда нет спасенья Полуживых предсмертный стон. От эшелона с полустанком Остался пепел лишь и дым. Ушли вперед куда-то танки, А он, мальчишечка, один, один. И что же делать дальше? Вернуться, может быть, домой? Не страшно ли тебе, мой мальчик, Ведь ты здесь встретился с войной? Ты мал еще держать винтовку, Идти в атаку на ура. В домашних играх был ты ловкий, Но здесь другая, брат, игра. Игра со смертью постоянно, А враг силен, ты это знай. К Москве он рвется неустанно, И весь в огне передний край. Но разве нашему мальчишку Возможно этим напугать? Он будет мстить за брата Мишку, Так воспитала его мать. Прорвали танки оборону, Эх, не удержал их батальон. И на исходе все патроны Утих последний чей-то стон. Через разбитый полустанок Вел командир своих бойцов. Никто не знал, что с ними станет, Везет приказы из штабов. И ко всему не раз готовый Вдруг растерялся командир. При ним стоял пацан суровый, Среди пожарища, один. И в ту минуту понял каждый, Что, коль мальчишки рвутся в бой, В войне фашист уже не страшен. Уйдем мальчишка, но какой! С тем командиром наш мальчишка Встречал победу майским днем. Он отомстил за брата Мишку. Такими вот и мир спасем!